Приветствую вас. Я думаю, что вам было бы приятно самой подобрать ответ. Ваше, я так понимаю, еще пока в крови. Вот я думаю, что вам было бы приятно самой подобрать ответ, самой сказать ей именно те слова, которые идут в вашем сердце, да, ну, сам самой выставить какие-то границы, да, самой как-то вот себя проявить они. Такая история, что мы вот люди, в общем-то, вам практически незнакомы, совершенно незнакомы, ну, разве что за исключением того, что вы задавали. Я думаю, что вам имеет смысл самой найти слова, подобрать слова, вот, такие, чтобы вас прямо устроило, чтобы вы были довольны. Так вы их удовлетворением, на мой взгляд, получите больше, так вы лучше себя почувствуете и так лучше столкнетесь с последствиями, потому что, если слова мы придумаем за вас, вот, то вряд ли вам будет от этого в полной мере хорошо ответить, то есть, может быть, может быть, может быть, конечно, она и подойдет с вами общаться, может быть, нет, этого не знает никто, вот, там еще про люди, как правило, упрямые, особенно в ее возрасте, если чего-то хотят, то будут добиваться до последнего. Так вот, чтобы вам прийти к тому, чтобы самостоятельно ответить, так как вы чувствуете, вам нужно для начала быть в контакте, в контакте с своими чувствами и понимать, что вы чувствуете, с чего вы хотите и так далее. Сейчас вы транслируете даже через свой текст, число обиды, число волосы, разочарование более, как сказала моя коллега. Вот, и это, к сожалению, правда, и до тех пор пока у вас есть эти чувства. Мне кажется, что никакие слова другие не дадут вам удовлетворения и не показывают, скорее всего, правила. Потому что, ну, вы производите впечатление человека такого достаточно самостоятельного, может быть, даже контролирующего, вот, и, соответственно, мне кажется, что вам важно, чтобы было так, как вы хотите, так, как вы хотели быть за собой. Для этого нужно быть в контакте с собой. Для чего, мне кажется, нужно прожить те чувства, которые у вас есть сейчас, чтобы они в вас так сильно не горели. Вот. Для этого вам нужно признать, что вам не так всё равно, как вы пытаетесь сказать. Ну, не писали бы вы про своего мужа, который, ну, как бы, который творил всякие неприятные вам вещи, да, не писали бы вы, если бы вам, ну, если бы для вас это не болело. А так, болейте, и вы об этом пишите, но избегайте этого. Избегание – это лучший способ проявить к себе самой невнимательность и пренебрежение. Избегание – это лучший способ к себе самой продемонстрировать обоценивание. И это то, что вы делаете сейчас, на мой взгляд, это то, чем вы занимаетесь сейчас, на мой взгляд. И по опыту могу сказать, что ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, мне кажется, что идеальным вариантом для нас было бы для начала, вот, свои чувства, которые у вас есть, прожить. Вот, чтобы, ну, отболело, вот, чтобы не беспокоило, а хотя бы настолько сильно. То же самое касается и с выкровой, да, то есть, чтобы вот по отношению к выкровой у вас не было таких вот ярко выраженных негативных отчет, которые есть сейчас. Потому что, да, вы можете, безусловно, считать, что человек ведет себя неподобающим образом и неприемлемо, это ваше правило, вот. Вы можете считать, что человек, ну, не должен находиться, словно говоря, с вами, с вашей дочерью и так далее. Вот, вы полностью в этом правило, но если вы хотите сказать ей как можно аутентично, если вы хотите сказать ей как можно аутентично то, что вас, например, беспокоит, то, что вас, например, волнует и так далее. Вот, то, на мой взгляд, лучше, что вы можете делать, это развивать внимательность к себе. Вот, до тех пор, пока вы этого делать не будете, до тех пор, пока вы на это внимание обращать не будете, вот. На мой взгляд, вы, что называется, будете, ну, вот, испытывать подобные негативные чувства, подобные негативные эмоции, подобные негативные переживания. Вот, решать этот вопрос, конечно, вы, ну, на мой взгляд, вот эти чувства, которые, ну, вот, у вас есть, да, эти переживания, которые у вас, ну, прямо-таки, вот, практически физический ощущение. Вот, вот, они никуда не уйдут, и, на мой взгляд, лучше, что у нас, когда ты, вот это, их прожить. А дальше уже вам, ну, на мой взгляд, будет куда более понятно, чего вы хотели бы, вот, как бы вы хотели ответить, что бы вы хотели донести человеку, человеку. Вот, и так было. Вот, я думаю, что такой ответ вам можно дать. Ну, а параллельно было бы неплохо спросить себя о том, если, вот, ваш муж, такой вот, ну, ненадёжный, оказался таким ненадёжным человеком, вот. А, и, как так получилось, что такие люди оказались рядом с вами. Лично мне довольно сложно, не буду скрывать, мне лично довольно сложно представить, что это получилось случайно. Вот, вполне возможно, что можно было бы подкорректировать, а, как-то, вот, и, ваше поведение, вашу поведенческую, поведенческую модель, вот. А, чтобы в будущем таких, э, ужасных, неприятных историй в вашей жизни не происходило бы. Вот, и чтобы вы, э, всё-таки, были, ну, э, э, достойны мужчины, который мог бы финансоваться, который мог бы, э, дать вам то, что вы хотите, и э, э, мужчины, которые, э, ну, с которым вы могли бы быть с собой, я думаю так, вам можно ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Я верю и допускаю, что с чем-то вы можете быть не согласны. Это нормально. Я не говорю о том, что на 100% справ, ни в коем случае. Мне бы хотелось просто, чтобы вы немножечко, может быть, подумали бы в этом направлении, подумали бы в этом контексте. Вот. И может быть, может быть, к чему-то бы пришли. Вот. Может быть пришли, например, к психотерапии. Вот. Потому что мне кажется, что вам она, я имею ввиду, в психотерапии нужно. Вот. Потому что у вас, ну вот, то что вы, словно, вот такой, знаете, словно одна против всех. Вот. На мой взгляд, это очень-очень тяжело, грустно и вам можно помочь. Что касается вашего вопроса по поводу того, как ответить женщине, как ответить в крови вашей, то я думаю, что в первую очередь вам нужно ответить на ее языке. То есть на ее языке, который, ну, 100% будет для нее понятен. Понятно. Вот. Это первое. Второе. Вам нужно ответить максимально, ну, максимально находясь в честности с собой. Вот. Вот. То есть вам нужно ответить так, ответить таким образом. Вот. Чтобы максимально быть, ну, в контакте с собой. Вот. Мой взгляд, это то, что вам необходимо. Вот. Мне кажется, мне кажется, что вы, ну, могли бы, могли бы увидеть для себя. Увидеть для себя. Да. Увидеть для себя. Да. способ. Пакт поступить. Вот. При условии, что выкат ему открыт. Вот. 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 ответ. Я мог бы и хотел бы, хотел бы, хотел бы вам вот сейчас, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения моих ценностей, вот, и с точки зрения того, как, ну, я это вижу. Вот. Вот. На этом, на этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.